Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мы с вами тестируем новинки шестого каталога Фаберлик. Предлагаю начать с новиночки от Доктор Кор. Это у нас с вами умывашка. Сегодня еще сделаем патчи, сделаем с вами карбокситерапию, а завтра уже тогда, когда будем делать макияж, протестируем кисточки в работе и матирующий праймер. У нас здесь заявлено, что это молочко смывает макияж. Сейчас мы это с вами вместе и проверим. Нежное молочко для умывания бережно очищает кожу, не повреждая защитный барьер, подходит для снятия макияжа, увлажняет, смягчает кожу, предупреждает появление стянутости. Это очень хорошо. Легкими массирующими движениями нанести небольшое количество молочка на влажную кожу головы лица. Смойте теплой водой, используйте утром и вечером. Артикул 0580. Итак, поехали. Я смочила лицо водой. Берем с вами молочко. Оно довольно жидкое. И распределяем по лицу. Так, текстура очень комфортная. Прям молочко-молочко. Давно не пользовалась именно молочком для умывания, тем более для снятия макияжа. У меня здесь и тональное средство, и тушь. Сейчас с вами попробуем. Про избегайте область глаз ничего не было написано. Поэтому глазки тоже попробуем. Может на сайте, конечно, есть информация. Но нам с вами нужен достоверный воздух. Все равно попробуем со всех сторон. Так, сейчас еще немножко возьму. Очень жидко, девчонки. Неудобно пользоваться. Я вот прям себе рубашку в фарш мочила. Так, распределяю. И теперь вы видите, я нет. И тихонечко проходимся по глазам. Легкими массажными движениями. Написали еще. На кубах макияж есть. Так. Слушайте, ну вроде и все. Я, по крайней мере, туши под руками точно не ощущаю. Смываю. Слушайте, ну все смыла. Прямо вот действительно все. Тушь, карандаш. Лицо чистое. Сейчас посмотрю в зеркало. Ну нет, даже вот следов нет от макияжа никаких. Очень чистая кожа, девчонки. Прям поры чистые. Очень-очень. Вот такая вот, знаете, до скрипа, но пока сухости нет. Сейчас посмотрим. Нет, пока нет. Нет такого, что хочется прям сразу что-то нанести. Вроде все нормально. Но она до скрипа очищена. Она очищена до скрипа. Вот смотрите, пигментные пятна, по которым я вам говорила. Сейчас будем карбокситерапию делать. И я посмотрю, потому что давно не делала. Вот видите, вот здесь. И вот здесь. Причем вокруг темных, посерединке темных пятен светлая. Так интересно. И над губой. Видите? Я думаю, вам видно, да? Просто в одно утро. То есть еще не было такого солнца. Я просто просыпаюсь и они есть. Это связано, скорее всего, не скорее всего, точно связано с беременностью, с гормональными какими-то функциями. Ну, посмотрим. Я, конечно, сейчас интенсивно очищаю лицо, высветляю их. Но хочу вам сказать, что чудес не бывает. Нет еще такого средства, которое избавит вас совсем от пигментных пятен. Девочка сегодня мне писала в Инстаграм, что этой весной у нее тоже впервые девочка. Она написала 44 года. И у нее впервые появились этой весной пигментные пятна тоже. Может, такое солнце у нас сейчас агрессивное, да? Но я вообще не склонна. У меня в семье никто не склонен. Это у меня чисто из-за гормонов. Я знаю, как бы, почему, да? Я надеюсь, конечно, что они не пропадут, но хотя бы не уменьшатся после того, как гормональный фон восстановится. Ну, посмотрим, что делать теперь, да? А сейчас, ну, я не скажу, конечно, что оно прямо увлажненное. Нет, девчонки, сухость есть. Если она у вас априори, кожа сухая, и есть сухость в Т-зоне где-то, да? У меня, допустим, она сейчас есть здесь временами. Шелушения нет, но сухость есть. И она есть. После вот этой умывалки она есть однозначно. Вот сейчас мне уже хочется нанести какой-то увлажняющий компонент. Но то, что кожа чистая до скрипа, она хорошо очищена, это да. Поэтому я, конечно, не скажу, девчонки, что это молочко для сухой кожи прям подойдет, для возрастной. Нет, если мне сушит, то я представляю, что будет сухой кожа. Вот тут прям чувствуешь под руками даже сухость вот в этой зоне Т. Поэтому нет, я уже прям, лицо мое требует нанесения чего-то увлажняющего, да? Поэтому смотрите сами, девчонки, надо оно вам или нет. Мне подсушило. Так, дальше, дальше будем делать с вами карбокситерапию, она у меня еще закрытая. Первый шаг, первый-второй шаг, сейчас очень по-хорошей акции. Я думаю, что такой цены больше не будет. Первый-второй шаг 0,294. Оба шага, да? Мы с вами наносим на лицо сначала первый шаг. Первый шаг это у нас... Так, что это у нас? Увлажняющий, да, увлажняющий бальзам плотным слоем наносим. Можно кисточкой, я пальчиком наношу. И какое-то время я уже забыла какое. Мы выдерживать будем. А, так, начищенную сухую кожу, шеи, лица и декольте. Массируйте 1-2 минуты. Вот у нас с вами как. Много девчонок написала про очки. Что идут, что классно. Я сама девчонки в восторге. Прям сегодня ходила в них очень классные. Да, моднючие, большие. Такие вообще супер. Мне понравились. Если в прошлом году в Фаберлик больше классика была, то здесь такие уже посовременнее начали выпускать. Наконец-то хорошо. Это здорово на самом деле. Жалко, что у вас, мои хорошие, кто не в России живет, этих новинок еще нет. Как-то странно, конечно. Фаберлик работает на импорт. Иногда поставляет позже, иногда совсем не поставляет новинки. Обидно, конечно, обидно. Так, массируем 1-2 минуты. Мне кто-то из девочек писал, когда карбокситерапия только появилась, что очень круто помогает прямо от пигментных пятен. Я надеюсь. Кто-то сейчас написал в комментариях, что карбокситерапия ерунда. Вообще не работает на моем лице. Но мы все разные, девчонки, это надо понимать. Лучше взять и попробовать хотя бы мини-версию, да, трех продуктов. Сейчас хорошо есть в каталоге и понять, ваш продукт или нет. Мне очень нравится. На моей коже работает. Кожа обновляется. Я знаю, что многие любят эту процедуру. И здесь не кислоты. Даже девочка написала, если можно летом, значит там мало кислоты. Это не кислоты, это щелочный уход. Точнее, это кислород и углерод. Так, ну хватит. Второй шаг. Открываем с вами. Открываем с вами второй шаг. Это углекислый газ. Кислород, я вам сказала, тоже углекислый газ. Теперь мы будем его активировать с помощью второго шага. Активируем углекислый газ. Значит, при нанесении геля-активатора, второй шаг. Вот он у меня все руки в первом просто. На увлажняющий бальзам начинает выделяться углекислый газ. В ответ на насыщение кожи углекислым газом происходит активация микроциркуляции. Кожа насыщается кислородом, ускоряются метаболические процессы. Вот, это здорово. Так, наносим строго на область нанесения увлажняющего бальзама в пропорции 1 к 1 на 5-10 минут. То есть таким же слоем. И если где-то есть голые участки кожи, мы туда не наносим. Мы наносим с вами именно на бальзам. Начинает пощипывать и в этом месте пенится. Видите? Прямо вот на коже образовывается пена. Куда мы наносим бальзам? Смотрите. Это уже такой прозрачный гель начинает пениться. Прям пениться, пениться. Под пальцами даже этот процесс чувствуется. Такой вот голубенький прозрачный гель. Прям, ну, чувствуешь руками, как пена лопается у тебя под пальцами. Здорово. Я уже не первый раз беру все эти три шага. И не второй, и не третий. Я очень довольна. И люблю. Все ждала. Вот скидочек. Наконец-то скидочки. Такую процедуру можно делать раз в неделю. Можно и два. Поэтому вот этих трех тюбиков на два месяца точно хватит. Пощипывает хорошо. Раньше у меня от второго шага так не щипало. Раньше у меня больше щипало от третьего отмазки. А сейчас и от второго. Не повторяйте за мной. Не наносите навеки, если не уверены. Я уверена, я так делаю. Я знаю, что моим векам это нравится. И за счет этого у меня нет морщинок. И кожа на веках плотная, упругая. И все с этим отлично. Это мое мнение. Поэтому если вы придерживаетесь мнения, что на веки наносить нельзя такие продукты. И масочки нельзя. Не наносите, пожалуйста, девчонки. Я наношу. Все. Здесь мы уже ходим с вами 5-10 минут. Потом вернусь и будем делать маску. Ну что, девчонки, реакция быстро уже давно закончилась. Осталась вот такая вот липкая масса на лице. И нам производители рекомендуют не смывать водой, а либо влажным полотенцем убирать с лица. Но я вот такими спонжами всегда убираю. И поверх наносим масочку сразу. Это я помню еще по первому раза. Сейчас я на упаковке не нашла. Этой надписи, возможно, она была на коробке. На коробке я уже выкинула. Ну вот, все убрала. Мне нравится уже после двух шагов эффект. Кожа такая становится румяная. Какая-то, ну не знаю, отдохнувшая. Свежая. Вот смотрите по пятнам, да? Они, в принципе, как были, так и есть. Не знаю. Светлее, не светлее стали. За одну процедуру навряд ли. Но будем делать. Я буду делать сейчас, наверное, на постоянной основе. Два раза в неделю посмотрю. Еще у нас же третий шаг. Масочка. Артикул третьего шага 0295. Завершающий этап. Кислородная маска с перфтордекалином, пантенолом и гиалуроночкой. Да, она такая липковатая. Насыщает кожу кислородом, активизирует локальную микроциркуляцию, смягчает и увлажняет ее на 5-10 минут. Нам тоже рекомендуют ее носить. Тоже прозрачная гелевая текстура. Запах мне нравится тоже в всей линейке. И она может даже местами прям впитываться после процедуры. Кожа ее как будто съедает. И очень щипет мне первую минутку в Т-зоне. Прямо вот так вот хорошо щипет. Как не щипет от второго шага. Кожа чистая становится. Мне там не очень нравится результат. Ой, как вот здесь вот по бокам щипет. Капец. Это быстро проходит. Одну минуточку буквально. Поэтому все терпимо. Ух, прям вообще. Ядреный продукт. Мне только вот здесь вот, в Т-зоне. Больше нигде. Все, везде нанесли. И ходим теперь 5-10 минут. Потом будем с вами патчи делать. Все, смыла масочку. Мне кажется, после трех шагов все-таки посветлело немного. Как вы думаете? Не знаю, будем дальше делать. Что еще остается? Так, теперь нам нужно протонизировать кожу перед тем, как мы нанесем, наложим под свои глаза патчи. Я сейчас тонизирую ее тоником InfoW. Мне очень нравится. На теплое время года, когда тепло, прям классно. Он так освежает, здорово. Холодочек такой есть, как будто ментолый. Отдушка очень приятная. Прямо холодит. Действительно холодит кожу. От черных точек написано. Не знаю, насколько хорошо он очищает, но эта линейка не содержит спиртов, что очень ценно. Здесь по ходу дела есть эфирные какие-то масла, которые вот так вот немножко кожу холодят. Прямо классно. И никакого пересушивания. Сплошное удовольствие. Я бы даже сказала увлажнение. После такого тоника мне очень нравится. Кстати, про маски на декольте. Девчонки многие мне сейчас писали. На декольте тоже наносить я наношу. Но не в формате видео, потому что это не совсем удобно. В основном, когда принимаю душ или ванну, я наношу обязательно, конечно же, масочки и все средства на зону декольте тоже. Так, погнали. Патчи. А, еще сегодня в комментариях девочка одна написала, что они щиплет кожу под глазками. Вот сейчас проверим, посмотрим. Так, патчи у нас с вами iSeul. Артикул 0,9,16. А вот я нашла, наконец-то, в видеообзоре не могла найти. 60 штук. То есть 30 пар, да? Вот где лопаточка внутри была? Да, вот тут внутри лопаточка. Открываем. Гель весь стек, потому что коробка у меня была мокрая. Она была завернута еще в полиэтилен, да, в целлофан. Но внутри, когда я распечатала, коробка мокрая. То есть гель отсюда протек каким-то образом. Патчи красивые, блестящие и довольно толстенькие. Я два зацепила. Это один такой, огромный. Мне кажется, я два зацепила, девчонки. Точно. Зацепила два. Если у вас патчи сползают, можно немножко так об руку, обо что-нибудь их обтереть слегка. Вот они какие. Я люблю вот так больше наносить, уголочком вверх. Но они все равно достаточно толстенькие, тяжелые. То есть с такими патчами я бы не рекомендовала ходить, да вообще с любыми, дабы избежать обвисания кожи, да? С ними лучше лежать. Я хочу на лоб еще один забабахать. Сейчас вот лопаточкой получится один. Да, получилось один. Вот так. Красота. Так, и сколько минут мы будем их держать с вами? Здесь у нас экстракт хлореллы, комплекс пептидов, экстракт гнезд салангана. Вообще. Это птица какая-то. Так, 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 так. Помогает повысить синтез белков, обеспечивает плотность кожи, водоросль хлорелла, ценность, которая превосходит многие водоросли, протеины, аминокислоты, углеводы, жиры, витамины и другие биологически активные вещества. Омолаживающий эффект снижает выраженность темных кругов под глазами. Да, будем в холодильнике моих с вами хранить. И сколько держать по времени я не найду нигде. 20 минут. Все. Через 20 минут. Ну, нет у меня темных таких сильных кругов, да, чтобы вы заполнили до. Поэтому исправлять особенно нечего. Так увлажнить. Все патчи направлены на парниковый эффект. Можно наносить кремушек, любимый слой, для кожи вокруг глаз, сыворотку какую-то любимую. Грубо говоря, запечатывать вот этим патчем. У нас получается с вами парниковый эффект. Компоненты проникают все глубже и так далее. Вот на что рассчитаны патчи. Но то, что именно вот какие-то есть патчи от темных кругов, какие-то именно от отеков, другие от гусиных лапок, я в это не верю. Это маркетинговый ход, на мой взгляд. Если хотите от темных кругов, значит храним их в холодильнике. Они у нас должны быть с вами холодненькие. Правильно? Правильно. Вот. То же самое и от отеков. Холодненькие должны быть. Остальное все, мне кажется, это так. Нет, ну может быть есть какие-то компоненты. Но что такое темные круги? Темные круги это такая физиологическая особенность. Либо у вас тонкая кожа под глазами и просвечиваются сосуды капилляра Елены, да. Либо это просто вот физиологическая особенность, наследственность. И это не исправишь, да. Одно дело, если вы сегодня не выспались, и у вас какое-то потемнение, отеки под глазами, как-то вот не свежо освежить взгляд патчами, да. Но решить вот именно эту проблему мне кажется тяжеловато, если она такая вот глобальная и пожизненная. Они пока, кстати, у меня не скатываются, все нормально. Сидят очень плотненько, это радует. И они сами большие, смотрите, видите, они такие большие. Они такие огромные. До середины щек, да. Лоб весь почти прикрыл патч. Ну, в общем, классно, посмотрим, что будет дальше. Да, кстати, пока ничего не покалывает. Вот сегодня девочка писала, что я щипала от них. У меня пока никакого дискомфорта нет, расскажу потом. Ну что, пора снимать патчи, уже на минут 20 с ними хожу. Девчонки, они так истончились. За время использования они стали прям гораздо тоньше. Как тряпочки такие, а были прям плотные-плотные. Интересно, на самом деле. Немножко съезжали, да. Я по лбу сейчас посмотрю, что касается морщин. Нет, ну увлажнилась, стала немножко более разглажена. Сказать, что под глазами мои синяки такие еле заметные пришли, не, тоже не могу совершенно, да. Видите, они все-таки есть чуть-чуть. Сейчас сплю не очень хорошо. Самое лучшее средство от синяков под глазами, это сон. Минимум 8 часов. Все остальное ерунда. Ну так, вроде кожа увлажненная, но не скажу, что прям это что-то чудесное, да. Мешочки небольшие, синячки под глазами, они как бы все равно есть. Нанесем с вами завершающим этапом осиул кремушек, гиалуроновый с алоэ вера. Раз у нас сегодня с вами полностью фаберлик, пусть уже будет полностью фаберлик. Ну не знаю, девчонки. Мне кажется, от синяков, потому что есть у меня все равно синева, чуть-чуть под глазами ее видно, да. Но она никуда не делась. На постоянной основе, если только делать, посмотреть на эффект, не знаю. Патч как патч. Мне корейские больше нравятся. У меня сейчас заканчиваются корейские, наверное, 2-3 пары осталось. Я после них как-то вижу эффекта больше. И в плане разглаживания, в плане убирания синяков и отеков. Здесь вроде что-то произошло, а что непонятно. Видимо, у эффекта нет никакого. Так, ну ладно, девчонки. Пока не говорю вам спокойной ночи. Для меня пройдет ночь, для вас пару секунд и будем с вами тестировать матирующий праймер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok